В Софии пригодилась подготовка к Кубку Дэвиса. В Софии пригодилась подготовка к Кубку Дэвиса Данила Медведева о выигрыше своего четвертого титула. Коммерсант от 11 февраля 2019 года. 18.40 победа 16-й ракетки мира россиянина Данила Медведева завершился в Болгарии. София Open. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов. ATP. С призовым фондом 525 тысяч в интервью корреспонденту Твердый знак Евгению Федякову он рассказал об особенностях подготовки к этому турниру, оценил уровень своей игры и поделился ближайшими планами. Вы приехали в Софию из Билля, где принимали участие в матче Кубка Дэвиса. Это благоприятно отразилось на вашем состоянии или, наоборот, после важной победы над швейцарцами поначалу сказывалась психологическая усталость. После открытого чемпионата Австралии, где мне удалось сыграть хорошо, я подошел к матчу со сборной Швейцарии в стопроцентной форме, но за 3-4 дня тренировок сумел прибавить. Поэтому в Софии подготовка к Кубку Дэвиса пригодилась. Точно так же, кстати, и было прошлой осенью после матча со сборной Белоруссии. Тогда Медведев сначала проиграл в четвертьфинале Будущему чемпиону Австрийцу Доминику Тиму, а затем победил на турнире в Токио. Твердый знак. Получается, что тренировки в сборной помогают мне и на личных турнирах. В Швейцарии вы жаловались на то, что вам что-то мешает. В Софии условия полностью удовлетворяли вас. Честно говоря, в Билле мне не очень нравился сам Карт. В Софии, кстати, было примерно то же самое, но по ходу дела я поймал хорошую игру и выступил очень хорошо. Получается, что успешно разобрался со всеми вопросами и здесь, и там. Ваш французский тренер Жильсервера, отсутствовавший в Билле, был в Болгарии вместе с вами. Да, он приехал в воскресенье, и мне это очень сильно помогло. В четырех матчах вы проиграли лишь один сет, самый первый, голландцу Робину Хааси. Правильно ли считать, что эта игра оказалась самой сложной, хотя, например, в полуфинале вас ждал более известный и опасный француз Гаэль Монфис? Действительно, против Хааси было непросто, поскольку первую партию я провел довольно неудачно. Поначалу у меня практически ничего не получалось. Точно так же было и на тренировках, поэтому я немного злился. Но во втором сети расслабился, заиграл агрессивнее, и дело пошло. Приспособившись к условиям, я сумел сохранить это состояние до конца турнира. Соперник по финалу венгер Мартон Фучевич, обладающий сильным ударом справа, удобен вам по манере игры. Это довольно цепкий теннисист, который умеет хорошо держать мяч в розыгрышах. Собственно, именно в цепкости его главный козырь и заключается. Первым сети у нас шла упорная борьба, но по ходу дела мне удалось взять ситуацию под свой контроль. Концовкой финала я был доволен. Показалось, что в Софии во мне немного не хватало стабильности попадания первой подачи. В трех матчах, самом первом, полуфинале и финале первая подача у меня проходила не очень стабильно. Тем не менее, в ключевые моменты именно она меня почти всегда и выручала. Тут еще надо учитывать тот факт, что София находится относительно высоко над уровнем моря, и скорость полета мяча тут несколько выше, чем обычно. К тому же мячи, которые использовались на этом турнире, в принципе непросто контролировать. Впрочем, если я победил, что об этом сейчас говорить? С начала года вы провели уже 13 матчей и выиграли 11 из них. Это максимальный показатель в первой двадцатке. Усталости пока не ощущайте. Ну так для того мы и проводим предсезонную подготовку, чтобы выдерживать нагрузки. Если вдруг выяснится, что мне нужен перерыв, будем сокращать календарь. Но пока такой необходимости нет. Началом сезона, надо полагать, вы довольны. Очень доволен. Конечно, всегда можно что-то улучшить. Например, финал в Брисбене против Кейни Сикари я проиграл. Но мне было очень важно почувствовать, что наработки предсезонной подготовки сразу же пошли в плюс. Самым запоминающимся вашим матчем в этом году пока стала встреча с Наваком Джаковичем в четвертом круге. Australian Open Реально было тогда хотя бы довести дело до пятой партии. Да, в конце четвертого сета у Навака что-то произошло со спиной, и он начал чаще ошибаться. Я чувствовал, что надо немного поднажать, но сил не хватило. Тем не менее, тот матч мне многое дал в плане уверенности. Я увидел, что способен дать бой Джаковичу, безусловному первому номеру в мире. Каков ваш ближайший турнирный график? Роттердам, Дубай. Потом Индиануэлс и Майами. То, что в феврале вы заявились на одни и те же турниры с Карином Хачановым, случайность. Просто мы находимся неподалеку в рейтинге. Подозреваю, что у нас с Карином в этом году вообще будет похожий календарь. На вашем счету уже три победы на турнирах категории 250 плюс токийская пятисотка. Нет идей замахнуться на большие, например, на финал в Индиануэлсе или в Майами. Можно всю жизнь готовиться к одному турниру, а потом его провалить. Поэтому мы с тренером акцентируем внимание на повышение уровня моего тенниса. Пока это получается. Уверен, что и на больших турнирах рано или поздно результат придет. Только надо подходить к ним в хорошей физической форме. Как в российском мужском теннисе начался резкий подъем для российского мужского тенниса, который на протяжении нескольких лет переживал тяжелый период смены поколений, минувший сезон ознаменовался настоящим прорывом. Впервые с 2009 года в первую двадцатку итогового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов пробились сразу два россиянина, Карен Хачанов и Данил Медведев, а количество титулов в одиночном разряде, завоеванных ими на турнирах, достигло шести. Более того, по количеству перспективных молодых игроков, находящихся на данный момент в первой сотне, Россия занимает одну из лидирующих позиций. Читать далее.